286 тонн сварных труб – такой заказ 30-й получил от Ленинградского металлического завода. Там эти трубы будут использованы в строительстве атомных энергоблоков, которые затем отправятся в Индию. Кроме того, в работе у трубосварочного еще один экспортный заказ на 46 тонн. На ближайшие месяцы производственный план цеха номер 30 в СМПО от 60 до 70 тонн готовой продукции в месяц. Запустили 4 стана. Очень большая нехватка персонала, электросварщиков. То есть многие люди уволились, кто-то перевелся по состоянию здоровья. В общем, на сегодняшний день у меня осталось 28 человек. Ну, а по расчетам нужно хотя бы 40 на 4 стана. Запускаться после длительного простого очень тяжело. Но 1 февраля начали работать, запустили 2 стана. 2 февраля запустили еще 2 стана. Ну, кое-где вылазят небольшие подрежности. Но я думаю, будет все нормально. Оборудование, как и человек, будь он суперпрофессионалом, без практики может утратить былую форму. После долгой паузы, ввиду отсутствия заказов, на сварных линиях кое-где закапризничала электроника, заскрипели шестеренки. С перенастройкой оборудования в 30-м справились быстро и с новыми силами взялись за работу. Окинув цех взглядом со стороны и не скажешь, что еще пару недель назад здесь царила мертвая тишина. За более чем полугодовой перерыв в трубосварочном успели переделать все хозяйственные дела, до которых обычно руки не доходят. Залатали дыры в полах цеховых пролетов, провели ревизию системы освещения, заменили потолочные лампы, где нужно подкрасили и побелили. Практически весь кадровый состав цеха номер 30, как производственный, так и административный, на время простоя был перераспределен по разным производственным подразделениям в СМПО. Сегодня рабочий коллектив возвращен в подчинение 30-го цеха. Есть люди, которые идут с охоты обратно, а есть люди, которые уже привыкли в других цехах и как бы не сильно охотно идут назад. Как вы думаете, в связи с чем такой настой? В связи со стабильной работой цеха, скорее всего. Сложная ситуация с обеспечением цеха номер 30 в СМПО заказами существует уже несколько лет. По словам начальника цеха Владислава Булатова, это связано прежде всего со спецификой производства. Сварные трубы, которые выпускают 30-й, имеют узкий спектр применения. В основном это атомная промышленность. Однако наши изделия могут дать фору конкурентам в области качества, что немаловажно. Помимо вихревого и ультразвукового контроля, а также пневмоиспытаний, любое изделие подвергается визуальному контролю. Каждый шов сваривается под бдительным наблюдением электросвазчика. Пока перспектива цеха номер 30 определена до конца июня 2016 года. Имеющиеся заказы цех должен выполнить как раз к этому времени. Продолжение следует...